Холодными закусками и супом закусывают только недорезанные большевиками помещики. Маломальский уважающий себя человек оперирует закусками горячими. Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную пропаганду. Чем на самом деле закусывал водочку профессор Превоженский тайно покрытая мраком? Однако существует версия, что Булгаков описал очень популярную в то время закуску жареные телячьи мозги, запеченные в ржаной булочке. Однако в кино Филипп Филиппович и доктор Блюменталь потребляют что-то из кокотниц. Вот про Жульен и поговорим подробнее. Пройдем на рабочее место. Традиционно подкладываю полотенце, чтобы доска не скользила. А начну все с ароматизации молока. Жульен готовят как с классическим бешамелем, так и с не менее классическим соусом велюте. Больше того скажу. Многочисленные любители упростить себе задачу, ну а вместе с задачей и изысканный вкус пользуются вместо бешамеля, вместо велюте, сливками, а зачастую даже и сметаной. Ну да, это и их проблемы. Хотите получить сногсшибательный вкус? Не поленитесь делать все как следует. Сворачиваю букет гарни. У меня тут лук-порей, тимиян и шалфей. Подробности приготовления хорошо ароматизированного соуса бешамель с очень мощным вкусом я уже дважды показывал. Вот в этом ролике рыбная запеканка и вот в этом суп-пюре из шампиньонов. Если еще не видели, обязательно посмотрите. Там очень важная и полезная информация. Молоко на слабом огне надо довести до кипения. Но не кипятить, а то появится пенка, а нам этого не надо. И добавлю ложку грибной крошки. Это у меня сухие белые. Пусть молоко как следует наберется ароматов. Никакими другими способами вы бешамель нормально не ароматизируете. А верюте, про который я упомянул вначале, готовится так же как и бешамель. Только вместо молока используется бульон. А я займусь тем временем нарезкой грибов. Вообще говоря, жульен это не блюдо, это способ нарезки. Корнеплоды, огурцы нарезаются соломкой толщиной в 1-3 мм. Это нарезка жульена. Помидоры или лук, нарезанные пластинками такой же толщины, это тоже нарезка жульена. Такая нарезка позволяет ускорить приготовление супов или соусов из молодых овощей. Суп, приготовленный из таким образом нарезанных овощей, будет называться суп жульен. Отправляю их на сковородку с разогретым сливочным маслом. Дальше пойдет вкусовщина. Шампиньон это очень многогранный гриб. В сыром виде он почти не имеет вкуса. В вареном вкус усиливается. Маринованный шампиньон, это уже звучит интереснее. А вот если вы его обжарите на медленном огне до глубокой коричневы, как я рассказывал и показывал вот в этом ролике про суп-пюре, то вы получите такой мощный вкус и аромат. Для грибного жульена мне подольше средний вариант. Я их обжарю, но не очень сильно. Так как нарезал я грибы очень тонко, то 10-15 минут им хватит, я думаю. Добавлю чеснок. Он подчеркнет вкус грибов. И сделать его чуть резче. И еще мне бы хотелось добавить обжаренного лука. Да, это совсем не обязательный элемент. Но луковые сахара при обжарке карамелизуются. И эта сладость, думается мне, будет очень к месту. Пожалуй, приготовлю даже три варианта этой популярной закуски. Лук пусть обжаривается, а молоко уже пора снимать с огня и приниматься за бешамель. Тут все стандартно. Обжариваю муку до легкого кремового оттенка. Мне это удобнее делать в сухую. Так проще контролировать цвет. Степенью обжарки муки мы регулируем как силу орехового аромата будущего соуса, так и его цвет, конечно. Пожалуй, добавлю уже масло. Хорошенько размешиваю. Эта смесь называется ру. Отлично. Можно добавлять понемногу молоко. Только не выливайте все сразу. Обязательно получите комки. Добавили немного. Вмешайте венчиком. Как добились однородности. Еще немного молока. Сто раз я читал и слышал про всякое шаманство. Если ру холодное, то обязательно добавляйте горячее молоко. И наоборот. Только все эти рекомендации всегда заканчиваются одинаково. Если комков избежать не удалось, процедите. Доторопиться просто не надо. Подливайте понемногу молоко. И вымешивайте хорошенько каждую порцию. И не будет у вас никаких комков. Хоть горячее с горячей мешайте, хоть холодное с холодным. Смотрите, идеально. Теперь посолить и добавить мускатного ореха. И перца черного тоже добавлю. Он подчеркнет богатство вкуса. Что тут у нас получилось? Идеально. Если вы в молоко не положите букет гарни и луковицу, никогда не получите такого аромата соуса. Консистенция, конечно, и цвет все будет. Но вот такого аромата, такого вкуса никогда. Так, что тут у нас с грибами? Отлично. Хватит им уже обжариваться. Лук. Отлично. Отправлю его к грибам. Я ведь не зря его обжаривал отдельно. Грибы содержат много влаги. Но вы сами знаете, насколько они ужариваются. Так вот, концентрация вкуса в них возрастает, когда эта влага выкипает. Лук тоже много содержит, много сока. Если их обжаривать вместе, то вы потратите гораздо больше времени, пока не дойдет до нужного состояния. Я вам обещал три вариации запуски. Получайте. Выложу в три порционные посудины грибы. Да, это не кокотницы. Не обзавелся я ими. Но мне думается, что в качестве порционных вполне подойдут. В одной у меня будет жульен только с грибами. В другом – грибной жульен с вареной ветчиной. Много ее не надо. Тут требуется, как мне кажется, такой легкий намек на мясо. А в третьем – грибной жульен с куриной грудкой. Грудку нарезаю полосками толщиной миллиметров 5-6, не больше. Тоньше не надо. Нежная грудка может быстро высохнуть. Толщи тоже не надо. Сготовиться-то она, конечно, успеет сто раз. Но зачем вам в этой закуске здоровенные куски? Заметьте, я не солил ни грибы, ни курятину. Вся соль, что нам нужна, в соусе. И завершающий штрих – сыр. Я использую грюер. Тут все на ваш вкус. Мне больше по душе довольно твердые сыры с не очень резким вкусом. Ну и не совсем сливочные. Характер у сыра все-таки должен быть. Посыпаю. В центре поменьше, с краешков побольше, чтобы красиво подрумянился и приклеился к бортикам. Все. Пора этим формочкам прогреться в духовке. Температура 180-200. Если есть верхний гриль, смело используйте. Готовность определяйте по внешнему виду. Зарумянился сыр – значит готово. Возможно, у вас сложилось представление об излишней сложности этого рецепта, если думать о нем, как о рецепте на праздничный стол. Однако, грибы, приготовленные таким образом, прекрасно хранятся в холодильнике. Бешамиль в холодильнике замечательно хранится пару-тройку дней. В день праздника всего-то и надо разложить грибы по кокотницам, добавить, ну или не добавлять, в отчинные или куриные грудки, посыпать сыром и отправить в духовку на 10 минут. Ну ладно, не 10, соглашусь, соврал. 15-20 минут уйдет, если у вас все из холодильника. Но результат-то совершенно потрясающий. Для праздничного стола просто сказка. Ключ к быстрой готовке – заготовки. Собрались вы крем-суп из шампиньонов сделать? Обжарьте сразу килограмма 2-3 грибов. Все, что в суп не пойдет, в холодильник. Или даже заморозьте. Давайте уже жульеном сдавать. Какая красота, а! Готовите бешамиль для запеканки? Так готовьте сразу литра 2-3. Что в запеканку не пойдет, на следующий день крем-супом станет. Еще через день с жульеном. Давайте пробовать. Ароматы сногсшибательные. Так и хочется наполнить рюмочку. Но в кадре нельзя. Насыщенный вкус грибов. Мягкая, бархатистая текстура соуса. Сухие белые отлично себя проявляют. Такую яркость создают. И сыр. Такой с легкой-легкой кислинкой. Яркий. Очень богатый вкус. Очень хорошо. Еще два варианта мне попробовать не дадут, конечно. Лучше даже не пытаться. Побьют. Но я уверен, там тоже все отлично. Вот и все на сегодня. Понравилось? Ну, вы знаете. Подпишитесь, чтобы не пропустить новые видео. Готовьте сами. Готовьте с нами. Готовьте лучше нас. Спасибо тем, кто делится ссылками на канал с друзьями. Сделаем это мир вкуснее. Спасибо за компанию. Всем пока. Спасибо за компанию.